13.07 на часах. Добрый день. Сегодня в эфире будут два Владимира. Ну, во-первых, это Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия». Это его особое мнение. Владимир Вениаминович, день добрый. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня мы пройдёмся в вашем особом мнении по теме 24-й школы и в целом по вопросам образования, которые остро стоят в областном центре. Это и ситуация с уборкой улиц, дворов, это и управляющие компании, нашумевшие случаи, золотые парашюты руководителям управляющей компании Ленинского района. Есть пара вопросов от наших слушателей. Они, в общем-то, тоже укладываются в эту повестку дня. Но всё-таки я из уважения к задавшим вопрос их озвучу чуть позже. Перед тем, как перейти к теме образования, я хочу вас всё-таки спросить, какие сейчас изменения происходят или будут происходить в связи с трагедией, произошедшей в конце декабря, когда из жизни, при великому сожалению, ушёл Василий Купрянович Сураев, который руководил фракцией «Справедливая Россия» в областном ЗАГС-собрании. Какие планы сейчас по партийной линии? Ну, я считаю, что это невосполнимая, конечно, утрата Василия Купряновича. Невозможно заменить ни в партийном, ни в политическом, но и особенно в хозяйственном смысле. Я считаю, что это, наверное, человек номер один, разбирающийся, при том с практическими навыками в сельском хозяйстве и в животноводстве. Невосполнимая потеря для Киркесской области. Ну, а партия всё равно должна жить, работать. Ну, я согласен с этим. Должен прийти человек в УЗС. Ну, я считаю, что и в партии с его знаниями, конечно, это тоже невосполнимая утрата, но вот так устроена жизнь, что на смену старшему поколению приходят молодые. Там у нас в области, я депутат городской, я в УЗС. Ну, мы обменились мнением с Василием Купряновичем. По многим вопросам мы советовались и координировали, выстраивали общие отношения. Ну, команда-то была одна, когда на выборы тоже были, да? Да, да, да. То есть у нас в этом плане, мы и в хозяйственных вопросах, там, всё, что касается нашего бизнеса, то есть мы в одной нише работали. Ну, и по политическим, но, я считаю, по подходам идеологическим к тому, что происходит в обществе, в стране, в городе, в области. У нас никогда не было разногласий, то есть мы единомышленники. Сегодня то, чтобы брать ОЗС, конечно, там, у нас, во-первых, вообще взять справедливую Россию, я очень доволен кандидатами. По крайней мере, это все честные люди, то есть там никто не ловит политических дивидендов. Этому, кстати, способствовала позиция Василия Купряновича в области, там, и моя в определённой степени в городе, что мы не брали людей, которые, ну, пытаются прийти в политику и решать свои личные вопросы, вопросы бизнеса. А как раз поработать, кто готов поработать и потратить своё собственное время, потому что депутатская работа – это общественная работа, это неоплачиваемая работа, на то, чтобы, на благо развития города и области. Павел Дорофеев неделю назад, член фракции «Справедливая Россия», ВЗС, заявил, что если коллеги ему доверят, то он готов бы возглавить фракцию. Вы бы лично поддержали. В принципе, да, Павел Дорофеев, он с опытом, он в городской думе был. Вы знаете, я вот скажу вообще нынешнее время управления, если там 20 лет, 30 лет, 40 лет назад в управлении, в теории управления, менеджмента были такие вещи, что вот там, и как вот у нас сегодня в стране, упор делается на одного человека, да, то есть на Владимира Владимировича Путина, и всё строится вокруг него. Это очень зыбкая проблема, ну, то есть вот был Путин, а был президентом Медведев, понимаете, ну, вот разные люди, и, соответственно, а провал произошёл в моём понимании там, ну, достаточно большой. И сегодня при формировании команды должно, знаете, как вот, на футбол выходит 11 человек, капитан команды один, и вот он уходит с поля на замену, он передаёт другому. И вот, к примеру, команда должна быть командная работа, вот я за командную работу, когда один, два, три, четыре, пять человек могли бы надеть на себя капитанскую повязку или, там, повязку главы фракции. Ну, раз уж вы заговорили, упомянули, вернее, руководители нашего государства, ваше отношение к тому, что «Справедливая Россия» всё-таки не выставляет кандидата на ближайшие президентские выборы, а поддерживает действующего главы государства. Как вы это оцениваете? Ну, я не могу оценивать, я ведь не член «Справедливая Россия», я просто во фракции, да. Ну, мы всё понимаем, какая у нас сегодня система, и если брать вот откровенно моя позиция как гражданина, ну, понятно, что альтернативы Владимира Владимировича в нынешних условиях, тем более всё это завязано на внешнюю политику, на всё это, ему альтернативы нет. Ну, при всём моём уважении, мне очень нравится Павел Гурдинин, ну, к Владимиру Вольфовичу я как к глобальной фигуре нашей российской политики отношусь. Ну, понятно, что не тот, не тот, ну, сегодня не станут президентом, это всём понятно. Там Ксении Собчак тоже самое, наверное, за её мужественную позицию, хрупкой женщиной, которая идёт туда. К Явлинскому с большим уважением отношусь, к Титову Борису однозначно. Ну, вот мы же понимаем, что у нас не будет альтернатива, будет Путин. К сожалению или к счастью, ну, вот, он сильный кандидат. Другой вопрос, у меня есть претензии, как у человека, к тому, что к внутренней политике, к экономической политике, к тем вещам, вот я считаю, вот сегодня у нас проблема создалась с детскими садами, с школами, а почему никто не контролировал территорию, это у нас, Кировской области, в городе Кирове, почему никто не контролировал. И когда создавалась программа, помните, майские указы президентские, когда принимали решение о том, что по материнскому капиталу стимулирование рождаемости, а почему не проверяли, ребята, мы стимулируем рождаемость, рождаемость глобально поднимается, а нам не хватает детских садов и школ. Эта проблема была понятна. Почему не был сделан следующий шаг, а потом ещё... Ну, я уверен, что, вот я говорил об этом, говорю, помните, когда все говорят, что Владимир Васильевич Быков ругает ему, он был главой города. Я неоднократно в 12-м, в 13-м году выступал с тем, что давайте примем программу социальную, что нам необходимо будет сделать в связи с тем, что рождаемость возникает. И вот эта программа по наличию мест в детских садах, в школах, по заполнению садов, она появилась только сейчас, в ноябре месяце. Сейчас Владимир Владимирович взял. Большое количество страниц. Это всё называется как раз тут эта программа, где дана оценка образовательной сфере, областного центра. Дефицит у мест в детских садах, в школах. Сколько заполнено мест, сколько не хватает и так далее и тому подобное. Ну, раз уж давайте мы перешли к этому... Ну, по детским садам у нас дефицит сегодня... Дадим какую-то картинку, да. Да, по детским садам у нас сегодня 8 детских садов у нас в дефиците. То есть это порядка 1600 мест. Вот прямо сейчас, в данную секунду, Гирову не хватает 8 детских садов срочно. Я считаю, что для детских садов с трёхлетнего возраста, хотя президент нам ставил... Вообще президент ставил в майских указах 2012 года, с 1 мая 2018 года во всей стране все ученики должны были перейти в школу в одну смену. Он не выполнен, о чём мы думали. С года в год об этом не говорится. И претензия, может быть, и к Владимиру Владимировичу, и к правительству. Ребята, о чём они контролировали-то исполнение на местах? Я считаю, что в Кировской области, наверное, одна из самых тяжелейших ситуаций. Нам сегодня, 1 сентября 2020 года, кровь из носу нужно 9 школ. А 8 детских садов? А 8 это уже сегодня. Уже прямо сейчас. Это уже прямо сейчас. 1 сентября 2017 года они должны были. Да. Вот сегодня нам нужно 9 школ, 1 сентября 2020 года, остается 2 с половиной года. Одну мы строим в Урванцево, сдадим. Вот сейчас, с 1 сентября пойдут люди. Одну в чистых прудах в 2018 году. И вот сейчас ставится, в 2019 году, сейчас ставится вопрос вот о 24-й школе, то есть о внебюджетных деньгах. Это третья школа. А где ещё 6? А у нас крайне необходимо 6. И это не только для того, чтобы сделать в одну смену, для того, чтобы некоторые моменты, такие вот проблемные, разгрузить. Не секрет, что даже вот... То есть при таких темпах две смены-то они останутся, мы не успеем. Конечно. Даже Александр Викторович Перескоков, вот он где-то в июле или в августе на одном из последних совещаний признал, что у нас сегодня вторая смена составляет уже 33%. 32 с копеечками. Вот и поэтому видно по плану. 32. То есть это фактически 2 трети учатся в первую смену, 1 треть. То есть 67%, так грубо говоря. В первую 33. А до 50%-то остаётся всего 18%. То есть в последние годы вот эта часть вторая смена, она растёт всё? Конечно, растёт. Мало того, я вам хочу сказать, что в ближайшие 4 года, я знаю, сколько детей родилось, сколько детской сады, у нас идёт увеличение. Для примера, вот для простого, чтобы понять. Вот берём 10-ю школу, да? У них выпускается, ну, в принципе, может, 28-ю. То есть, как 10-я, да? Да. Мы берём, у них, например, 11 классов 3 сегодня, да? Там, предположим, 7-е, 8-е, там, ну, 5-е, 6-е уже идут по 4 класса, да? А с первой по 4-й по 6 класса. А в этом году, я боюсь, что нужно будет и 7, и 8, а школа-то уже зашкалена за 1500 человек. А школа не резиновая. Конечно. Уже за 1500. Хочу сказать про 28-ю школу. Она вообще рассчитана на 750 максимум. А лицеинформационных технологий. Да, при том, это в двух сменах. А они сегодня там в 1100 упираются. А по 24-й школе даже вообще говорить что-нибудь. У нас вот даже из этой схемы видно, что... Нет, мы будем говорить про 24-ю школу. Всё-таки позиции родителей тут всё хотелось бы, чтобы ярко так прозвучало. Конечно. Вы же общаетесь с родителями на всех мероприятиях, на всех встречах присутствуете. Ну, давайте об этом после небольшого говорила. Особое мнение Владимира Журавлёва, депутатом Гировской городской думы, забыл напомнить вам, слушатели наши, о том, что на сайте нашей радиостанции есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого. О, вопросы идут. И тоже про 24-ю школу. И там бы ещё про центральный рынок. Ну, хорошо, давайте 24-я школа. Глава Кировской администрации Илья Шульгин сегодня был у нас в дневном развороте. Он озвучил позицию мэрии по данному вопросу. Временный вариант, да, все уже читали, наверное, все знают. Боларовского 74, Центр повышения квалификации. Запланировано строительство новой школы. Есть большая группа родителей, недовольных тем, что придётся далеко ездить, да, из того района я видел с телесюжет, где мамочки очень нервно, очень взволнованно говорили о том, что там порядка 40 минут займёт только поездка на автобусе для того, чтобы добраться до Боларовского 74. Ну да, они всё замерили, там, сняли всё на видео, померили даже по километражу, 5 километров от 24-й школы. Конечно, это не совсем всё нормально, но вот я, во-первых, поддерживаю то, что сказал я, Вячеслав Ишугин, потому что это выработка, вот, наконец-то, впервые глава администрации из всех, вот я был депутатом предрана Дмитрия Николаевича. Простите, когда вообще эта тема-то всплыла с 24-й школой? Ну, во-первых, эта тема всплыла в 13-м году. В 13-м году, когда мы потеряли возможность построить 24-ю школу наискосок 10-й, это угол Володарского и Роза-Лексенбурга, Роза-Лексенбург-56, где сейчас возник огромное домище, которое 24-этажное, хотя выдавали решение на 16 этажей, айсберг. Вот здесь у нас бы прекрасно вписалась школа, она была бы на месте, она была бы рядом с 13-й спецшколой, сзади детский сад, который относится к 29-й школе гимназии гуманитарной, и который там начальная школа. Сзади же находится музей Александра Грина, который, представляете, даже в архитектуре, ну это просто уродство. У нас 4-х этажка непонятно какая, и рядом на одноэтажный наш. Единственный, наверное, один из самых известных писателей классиков, Александр Грин, музей его, он просто потерялся. А тут бы все вписывалось, образование, музей, детский сад, школа, спецшкола, все вместе, это был бы такой, знаете, определенный парк образовательный. Образовательный такой городок. А так получился уродов с 4-х этажных. Кому это такая нравится архитектура, ну давайте поспорим. Я думаю, что большинство 99% скажет, что это урод. Но я уверен, что люди, живущие, не живущие в этом доме, у них есть дети, которые посещают... Я в этом не вижу ни эстетики, ни логики, кроме как жадности застройщика, который лепит 24 этажа, чтобы получить больше денег. Вот и все. Ладно, хорошо, в 13-м году, да, проблема с 24-й школой была озвучена, что места не хватает. Вот место, да, озвученное уже, строительство новой школы, перекресток профсоюзной, и Карла Маркса, Слобода Шевели, так называемая, у нас одна слушательница звонила в эфир и говорила, что там нельзя ничего устроить, там же высоковольный лэб проходит. И вообще тут завод рядом, и как тут с нормой металлоризм? Ну вот я сейчас поясню. Во-первых, у нас это единственный сегодня участок первый. Теперь расскажу про опасения. Первый момент про промышленную зону, нахождение рядом шинного завода и из кожи. Во-первых, вот тот застройщик, который пытался здесь освоить вот этот овраг, построить многоэтажные дома, он перевел. И вот хочу сказать, я вам как депутат даю слово, что, во-первых, у Пирелли, что сегодня на шинном заводе работает итальянская фирма. Мировой лидер Пирелли производства шин. У них сегодня вообще нет выбросов. Они, технология, вот варки шин, она происходит таким образом, я был на этом предприятии и получил плюс к этому и бумаги. Варка шин, она такая, что они полностью все очищают, потому что это мировые стандарты, они же в Европе у них заводы в том числе. И они упускают воздух даже чище, чем снаружи. Это что касается Пирелли. Теперь что касается из кожи. Фактически, вот раньше была вред сама технология пропекания резин, смеси и так далее, она была совершенно другая. Сегодня даже, знаете, вот просто если испечь по такой технологии любую продукцию, даже самые такие российские, ну или какие-то там другие предприятия, они просто не возьмут, потому что они соответствуют экологическим стандартам. И сегодня из кожи давно отошел от производства, вот того производства по черной резине, которая коптила. И сегодня здесь зона промышленная отодвинута, она изменена. Поэтому можно было строить дом, соответственно, можно строить и школу. Но, вот слушательница абсолютно правильно говорит, там есть лэп, там есть другие коммуникации. Что и остановилось сегодня у частного инвестора, который собирался построить. Это очень дорого. И то, что вот абсолютно правы, что нам нужно засыпать этот овраг. Можем уже озвучить? Ну, это было ССК. Да, они сейчас ведут переговоры с Ильичем Шульгиным о том, что вот этот участок нам передать под школу, понятно, что с какими-то компенсационными там вещами, может быть, там по другим участкам и так далее. Это Илья Вячеславович идет переговор. Может, в счастье прочего, очень потрудиться нужно будет над тем, чтобы поднять. Ну, во-первых, да, потрудиться. И там еще, знаете, то есть хотели построить тоже многоэтажный дом. А, представляете, как углубиться в этот овраг, там по фундаментам и так далее. Трехэтажная школа, если все усыпать, все это сделать, это будет ровная площадка. В принципе, знаете, даже... Два с половиной гектара по нормам, да, это нужно? Да, два с половиной. Это включая школьный стадион. Да, да, и бассейн. Бассейн, конечно. Здесь вот шикарная школа у нас, в центре такой школы нет. Мало того, я даже не знаю мест, где мы могли бы сегодня в городе, а не на окраине, ну, вот построить такую школу. Поэтому ЛЭП ее придется переносить. Это дорого, это по согласованию, это несложно. Я считаю, что Илья Вячеславович настроен решительно. И, мало того, есть закон, почему-то мы раньше не пользовались, об изъятии муниципальных, для муниципальной нужды и земель, и требования перекладки коммуникации и так далее. Источники финансирования этого проекта? Источники финансирования совершенно правильный вопрос. Вот, смотрите, у нас до 2020 года уже прописано в области, а область курьера – это вопрос, три школы. Это первая школа на 2018 году, это в Урвансе. Вторая школа в 2019 году, это чистое, на это и есть деньги. И третья школа, она рассчитана в Зуевке, да, в Зуевке у нас появится новая школа, в области. Других денег не было. Сегодня президент принял такое решение, выделить дополнительность, с премьер-министром, 60 миллиардов, вместе с премьер-министром Российской Федерации, дополнительность 60 миллиардов рублей, это в бюджет вошло в 2018 году, то есть эти деньги есть, они приняты, на строительство конкретно новых школ. И Илья Вячеславович, исходя из этого, он определил этот деклад, свое видение, я с ним согласен. У нас 82 субъекта Федерации в Российской Федерации, мы делим 60 миллиардов. Это за исключением городов федерального значения? Да. Нет, вместе с городами, 82. Подождите, 85 у нас субъекта в стране. Ну, хорошо, 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 пусть так. Ну, насколько я понимаю. Было 83, Крым присоединили, и еще Севастополь дали статус. Ну, понятно. Ну, я не видел с номерами 85, 84, 83, а вот 82 я видел, 81, 82. Ну, ладно, не суть. Не суть. Мы делим на 82, и нам, если поровну всем сестрам, по серьгам, если их брать, то нам выделяется где-то порядок, вот в простой арифметике, 670 миллионов. Это как раз та сумма, которая нам должна с лихвой хватить на то, чтобы построить здесь современную школу. Вот. Поэтому мы из этого исходим. Ну, вдруг произойдет так, и мы должны быть готовы к этому, а вдруг скажут, ребята, вот я слышал, Калининград и решил эту проблему. Значит, Калининградская область у нас выпадает из этого. Хотя там ведь есть, наверное, районы. За счет каких-то своих местных. Да, может, нам выделят, вот из-за того, что у нас такая проблема, если, я опять же хочу обратиться к губернатору, Игорь Владимирович Васильевич Васильеву, ну, попробуйте там прокачать. Вдруг нам идут на две школы. У нас здесь сильно острый вопрос. Может быть, не как в других городах. Может быть, на три школы. Но на одну железно. И меня Вячеславович сказал, вот мы должны, я думаю, что этот вопрос согласован, предварительно согласованный с Игорем Владимировичем Васильевым, что мы построим в центре школы. Я думаю, что это будет большая победа общественности, ну, в том числе вместе с администрацией города и с правительством. Вот Ольга, кстати, которая пишет на нашем сайте, хакиров.ру, затрагивает такой любопытный нюанс. Она требует подтверждений, что школа точно будет построена. Ну, требует подтверждения, что ей будет присвоен номер 24. Я хочу сказать, конечно, уважаемые там радиослушатели, граждане, жители города Кирова, это власть у нас народная, требуйте всегда. Но сегодня я вот соглашусь, что вот оно решение принято на словах. Но мы понимаем, на бумаге это до конца не прописано. Я знаю, что по выделению там, в том числе денег, на переезд там, вот, на Воровского 74 части школы. СМОПРа 19В на Воровского 74. На ремонт 24-й школы. Летом на текущий ремонт такой внутри, чтобы мы должны сделать, в том числе там, поднять столовую из подвала на первый этаж. Там уже это мы все проработали, директор школы очень проработал хорошо, Людмила Васильевна. Школа изменится. И для обучения с первого по четвертый класс, она подходит. Понятно, что это предварительно, этого еще нет на бумаге. А там намного просторнее, кстати, станет, если там начальная школа остается только. Ну, конечно. Представляете, там учились, обучались с первого по седьмой класс, а будут с первого по четвертый. Но я вам хочу сказать, что мы все равно не уберем вторую смену. Но там порядка где-то, насколько я понимаю, где-то 8-9 кабинетов получается. Вот. Поэтому первый, четвертый классы будут учиться в первую, вторая, третья, во вторую. То есть мы не избежим. Но, по крайней мере, там и тот спортзал, который имеется, ну, он хотя бы под малышей-то подойдет. Будет свободнее. Раздевалка будет свободнее. Там все остальные моменты. Люди не будут стоять вдоль стенки хотя бы ходить. Даже, знаете, там есть, извините меня, проблема такая. Даже в туалет сходить. Большое количество детей. Ну, это сложение. В очередь. Конечно. Да. А родители-то, учеников, которые будут ездить на Воровского 74, беспокоят только вот этот вопрос? Долго добираться? Ну, в принципе, я думаю, что основной, да. Основной, да. Я их понимаю. Да, 5 километров неудобно. Но там вопрос в администрации решается. Ну, по крайней мере, как минимум. Ну, вот тут смотрите как. Депутаты предлагали вопрос. А давайте сделаем бесплатные проездные для детей с 5 по 9 класс, потому что, извините меня, это дополнительная нагрузка. Но мы понимаем, с другой стороны, как законодатели, что это будет прецедент. Понимаете? Остальные дети, остальные родители детей других школ скажут, слушайте, а наши дети тоже ездят. Дайте-ка нам бесплатные. И будут правы по закону. Понимаете? Бюджет, он общий. Нельзя в одну сторону там одним давать, другим не давать. И это всегда справедливость. Власть, это всегда справедливость. Ну, смотрите, две поездки в день. В школу и обратно. Почти 50 рублей. Конечно. 20 учебных дней в месяц. Дополнительные тысячи. Я согласен. По данным понадобится на дорогу. Каким-то образом мы должны компенсировать это, это без сомнений. Сейчас у нас небольшая реклама будет. Это особое мнение Владимира Журавлёва, депутата Кировской Городской Думы. Вернёмся через полтора минуты. Перехожу к следующему вопросу Владимиру Журавлёву. И тему Победы, конечно же, я хотел сегодня поднять в особо мнение. Но я оттолкнусь от вопроса Михаила на сайте хокера.ру. Готовы ли вы взяться в борьбу за Парк Победы? Я могу ответить сам на этот вопрос. Владимир Владимирович, не переставая бороться за него с того самого момента, как эта земля была продана. А если придётся вернуть эти 338 тысяч рублей нынешнему обладателю земли? А если он неустойко выхватит за недополучную прибыль? А если протестующие требуют наказать виновных, кто виноват, и поплатятся ли виновными? Вот такие вопросы. Ну, вопрос замечательный. Ну, давайте я напомню, на днях появилось открытое письмо группы активных граждан, депутатов. Вы в том числе подписались под этим письмом. Миницинировали этот процесс, в том числе. Да. Весь с ЛДПР, в России ЛДПР инициировали этот процесс. Как депутата Городской Думы, так и депутата ОЗС. Денис Ерохин, ваш коллега, во вторник тут в эфире говорил, что Единая Россия тоже поддержала. Тут нет такой партийной принадлежности, он сказал. Да, да, да. Ну, на самом деле, да. То есть нужно сказать, что это единое мнение честных, конструктивных людей. Государственников, так сказать. Которые ратуют за общественные, государственные интересы, а не за интересы конкретных личностей и каких-то олигархов. Да. Это такое было совместное. Нас поддержала общественность, нас поддержали простые граждане, которые собирались за это. Теперь вот в чем вопрос. Вот смотрите, то, что это была незаконная продажа, как, знаете, мне некоторые там люди, которые... Ну, я знаю, что интересантом выступал тот, кто в городе лоббировал этот вопрос, это был Владимир Васильевич Быков. Ну, я видел его интервью по поводу его, сказал, что да, вопрос решен во всех этих... Владимир Васильевич... Накануне он прокомментировал на брифинге. Да. Там уже все совершено. Но состоялся акт, заверенный, утвержденный судебными решениями. Это инициатива, которая будет рассматриваться... Ну, в смысле, вот это открытое письмо. Но эффекта, что кто-то что-то расторгнет, не будет без доброй воли того, кто этот участок приобрел. То есть собственник есть собственник. И отстаньте. Ну, вот, смотрите, я с Владимиром Васильевичем на Думе, наверное, раз в десять спорил, всегда оказывался в юридических вопросах, прав я. Его понимание... Ну, вот давайте вспомним, кто Владимир Васильевич по образованию? Войну. Ну, понимаете, он не в экономических и юридических вопросах, извините меня, не может выступать экспертом. А я вам хочу сказать, что вся эта... Не забывайте, что первое решение суда, которое вынес там судья районного суда одного, оно было, что однозначно неправомочная, неправомерная продажа. Да. Но потом вмешался Александр Викторович Перескоков, используя там свои связи, они начали там ряд действий. Они мне понятны. Они мне понятны. Почему это сделано? Ну, все это... Вот белыми нитками шито сегодня изменились кардинальные вещи. Вот кардинальные вещи сегодня. Я вам хочу сказать, да, тот суд, действительно, да, он закончен. Но когда говорят, слушай, вот Владимир Ильич, скажи мне, вот почему ты считаешь, что вот это незаконно, а ведь суд вы незаконно. Погодите. А кто оспаривает? Прокуратура оспаривает. У Следовательского комитета есть вопросы. У ФСБ есть вопросы. Ребята, если бы сегодняшние хозяева и вот те, кто фигуранты этого дела, знали, какие силы против них ополчились, да они бы на завтра же пошли бы и отдали участок земли. Теперь я вам рассказываю, что это. По новым основаниям сегодня администрация города, а у него нет сегодня выбора, подаст в суд и спокойно это выиграет в гражданском производстве. Почему до этого не было уголовки? Потому что они... Подождите, давайте, ладно, уголовки не было, не было. Что сейчас-то делать? Погодите. Сейчас администрация может подать в суд? 30, там, по-моему, 8 тысяч участок, 4,5 гектара, рыночная цена его другая. И сегодня там в открытую... И нам сказали, я помню, Перескоков задал вопрос, он мне стоял вот так вот в небо смотрел и ни о чем не говорил. Я говорю, что там будет построено? Стадион. Молчи. Ну, когда глава администрации так, ну, это просто не солидно. Это первый момент. Этот участок-то, он же выкупался... Погодите, подспортивное сооружение. В рамках... Ну, там же арендатор был, он имел право приоритетное выкупить этот участок за меньшую сумму. Погодите, вопрос в этом, если подспортивное, это одна цена. Если бы он выкупал под жилье, это было бы 400 миллионов. Ну, 200 на тот момент минимум. Сегодня стоимость 400 миллионов. Я исхожу из того, все это уже озвучивают, и там Ирина Васильевна, главный архитектор. Сегодня подмогоэтажное строительство в городе стоит миллион рублей одна сотка. Давайте считать. Там 4 тысячи с лишним, умножайте, это получается 400 миллионов. 400 миллионов. И сегодня там никто не скрывает, этот участок продают под застройку. Вот я знаю, что недавно там, по-моему, одной из компаний крупной, по-моему, Киров спецназа, было такое предложение. Оттуда была информация. То есть вот этот куплен в 2015 году... Конечно. И на этом основании мы спокойно... За какую цену предлагают? Не знаю цену, не буду говорить, потому что... Ну, не за 338, я полагаю. Нет, вот где-то за несколько сотен миллионов рублей. За несколько сотен миллионов. Поэтому там... И вот смотрите, а у нас сегодня законодательство такое вот сделали, что если в гражданском производстве идет суд, уголовка не возбуждается. Хотя, в моем понимании, основания для уголовки есть. Но сегодня поменялись условия. И сегодня мы сейчас это сделаем. Вновь в крышечном обстоятельстве там обжалуем. Выиграем гражданские суды. У меня в этом сомнения нет. И после этого уже будет установлено, что да, несоразмерность суммы, незаконность. И полетит уголовка. А уголовка она будет направлена... Вы знаете, вот я считаю, что вот когда те люди, которые делали... Владимир Васильевич Быков, интересант, как... Он там ходил в администрацию города. Сегодня уже в администрации города люди начинают говорить. Мы делали вот это и это, потому что нам сказали. Ну и я считаю... Я знаю, что там может быть интересно, Александра Викторовича Перескокова нет. Но я не знаю, кто это подписал. Договор. Но так я и не получил ответа. Кто подписал? Ну или он подписал... Подписал ли он сам в марте 15-го. Или кто-то его из замов. Ну, полетят головы. И в рамках уголовного начнут шерстить все. И все показания снимать. И вот нам тогда-то картинка выльется. Поэтому, чтобы не доводить до уголовки, я думаю, те люди, которые сегодня выкупили это, и фигуранты, вам нужно быстро бежать и самим договариваться с администрацией по возвращению и без всяких компенсаций. Потому что иначе... Ну, я бы, конечно, довел до уголовки. Понимаете? Потому что вот это отношение из-за Парка Победы в городе, да, оно настраивает очень многих людей. Я считаю, что даже в некоторой степени при выборах... Вот при выборах Игоря Владимировича Васильева, вот то, что он взял туда к себе рядом, быком, понимаете, у многих был... Хорошо. Он проиграл даже. Про Парк Победы я душой-то всецело с вами устремился в одном с вами направлении. Конечно, Парк Победы жалко. Я хочу сказать... Нет, просто хочу остудить пыл немножко. Сегодня Илья Шульгин в нашем эфире, глава администрации, сказал, что есть некий компромиссный уже вариант наклевываться решения этой проблемы, но требовать полного разрада муниципальную собственность этих гектаров мало перспективы. Хотите, скажу. Ну, он, Илья Вячеславович, во-первых, недавно столкнулся с этой проблемой. Раз. Во-вторых, инициатива... Я знаю, что ему еще не подготовили полный спектакль документов по этому... Да, да, да. Во-вторых, инициатива исходит не от него, она исходит от депутатов ЛДПР, Справедливая Россия и коммунистов. Все поддержали, все оппозиционные партии. И многие, кстати, депутаты Единой России в том числе. Ведь там ведь Единая Россия, она совершенно сегодня другая. И все видят в этом. Вот то, что я вам сказал, я за это отвечаю, что перспективы есть огромные, в том числе и до уголовки. А Илья Вячеславович, он, ну, как бы хозяйственник, он, может быть, всех моментов не знает. Я-то этим занимаюсь пять лет, поэтому для меня это все понятно и очевидно. Или пока сдерживает себя от каких-то резких... Нет, я думаю, что он не спешит с выводами. И, наверное, совершенно правильно. Мало того, те люди, которые сегодня возглавляют департамент муниципальной собственности, департамент юридический, да это люди, которые делали все по переводу Парка Победы. Кто ему будет говорить обратно? Я говорю, что они пока сдержаны, говорят, да все ерунда. Я считаю, не ерунда. Мало того, это не только мое мнение, это мнение серьезных правоохранителей, в том числе генералов наших. Это я Владимиру Алексеевичу Александру Викторовичу Перескокову сделайте обратно шаги, пока непрознанно. То есть тут я считаю, что уголовка вполне может реально... Тем более в нынешнее время, когда на стороне жестко президент, головы послетают и все. Я не могу себе представить, что в год президентских выборов сейчас полетело, как-то... Хотите, скажу, ситуация спокойствия будет покаживаться. Мы не видим... Нет, я знаю, что некоторые чиновники пытаются сдержать. Но мы же понимаем, вот как сложно было сдержать мамы 24-й школы, потому что она кипела. Мало того, да не понимаешь, что перед президентскими выборами хорошо, что вот решение нашлось. Илья Вячеславович проявил, как бы... То есть дал все быстро-быстро-быстро задания, все в экспресс побежали и начали делать. А что раньше-то делали? Те же самые люди. Значит, тут не тот пастух был, я имею в виду глава администрации, который не вникал ли по какой-то причине, не был заинтересован. Извините меня. У нас все возглавляет «Единая Россия». А президент четко сказал. Три вещи, которые нужно заявить. Муниципалитет. На первом месте это детские сады школы. Второе. Это ЖКХ на третьем дороге. И у нас все три вещи фактически провалены. Владимир Вениаминович, еще какой нюанс хочу затронуть. После нашего эфира во вторник, когда мы говорили про это открытое письмо, нам стали звонить наши слушатели. Они звонят и говорят, скажите, пожалуйста, где мы можем поставить подписи за возвращение Парка Победы в муниципальную собственность? Куда идти? Я вчера звонил Виталию Браму. Он сказал, что мы сейчас думаем над этим вопросом. Будет такая возможность у жителей города снова включиться? Я думаю, что да, потому что каждый голос нам, каждый очень важен. Но вот сегодня мы нашли такую возможность. И мало того, мы подкрепились, я не буду скрывать, позиции правоохранителей, которые говорят, ребята, задавайте тон, начинайте. мы поддержим, мало того, у всех проглядывается перспектива уголовного дела. Сначала гражданское. Гражданскую мы выведем легко, потому что нет главного. Раньше позиция главы администрации, Александр Викторович, пересколько было, что нам это выгодно, что ущерба нет. А сегодня глава администрации новый, он занимает другую позицию. Вот и все. И сегодня губернатор у нас дорогой, не Никита Юрьевич Белых, который тоже занимает государственную политику. И я вообще, сегодня у нас некоторые моменты продолжаются, некоторым даже депутатам от городской думы, которые сегодня пришли там решать свои вопросы. Хочу помахать платочком красным, ребята, ваши дела, которые раньше проскакивали при Владимире Владимировичу, при Владимире Васильевиче Быкове, они не проходят и при Александре Викторовиче Перескокове. Это будет другой, другой политический фонд. И те люди, которые Владимир Васильевич Быков, Александр Викторович Перескоков, ну это люди уходящие. Все. Они не соответствуют времени. Ну хорошо. Дай Бог, чтобы они ушли по-хорошему. Но Вы все-таки подумайте над тем, если люди хотят поставить свои вопросы. Нет, мы с Виталием Брамом обсуждали с депутатами, конечно, нужно дать возможность. Куда-то прийти и, собственно, оставить свои данные, координаты. Конечно. Две минуты до конца. Владимир Вениаминович, как Вы считаете, руководство УК Октябрьского района ждет та же судьба, что и руководители Ленинской управляющей компании, которые ушли с золотыми парашютами, вот 15 декабря был совместный рейд наших руководителей и Елена Васильевна Ковалева потом в том числе себя в фейсбуке написала о том, что либо работаете, либо, ну я уж так перефразиваю. Ну Вы знаете, я считаю, что это просто несусветная накласть, я про Ленинскую компанию знаю, и у Леони Вячеславовича были такие же вещи, депутаты все. Представляете, это та компания Ленинская, которая у нее долгов там под 300 миллионов, которая там не выполняет свои обязательства, на ней много столько косяков. Эти люди, которые пришли буквально несколько месяцев, они проработали. Мельников, наверное, с полгода проработал, который глава, и они получают там, один Мельников получает миллион, и три зама, в том числе, два зама и бухгалтер получают по 500 тысяч, извините, два с половиной. А мне такое ощущение создалось, что они не рассчитывали на то, что эта информация попадет в этот источник. Они думали, что это все как-то вот пройдет. Я хочу сказать, что это просто обнаглели, и это вот, я считаю, слабый момент, Александр Викторович Перескоков к вам, потому что в апреле вы издавали закон, вы, ну, понимаете, вот, здесь должен быть глава администрации хозяйственник, не лояльный, не тот, который, вот, Александр Викторович всегда считал себя сильным руководителем, да какой сильный руководитель, никто не боится, никто ничего не делает, понимаете, самая главная, почему? Ну, человек не вникает и не делает правильных действий, или хочет быть хорошим, оказаться, ну, смешно. Вот поэтому это от позиции Александра Викторовича. Мельников, это его кариатура кадровая, я, например, как депутат предлагал другие, которые могли бы справиться и управлять нормально, а Мельников пришел туда сам, набрал троих людей. Представляете, я хочу, вот, Ленинская, она вся в долгах, у них хватает совести себе, за какие такие заслуги, что они там такой подвиги, какие сделали? Ну, октябрьская ТУК, отвечайте на мой вопрос. Я считаю, что я бы... То же самое, уйдут эти люди. Я бы вообще зачистил очень многие управляющие компании, многие, по одной простой причине, и понимал, что в законе, вот, где я живу, в доме, у нас работает ТСЖ. Это более правильно. Нет ТУК-шки, и у нас нет ни воровства, ни ничего остального, нет ни уплат по жилью. Мало того, это обходится существенно дешевле. Другое качество обслуживания. Мы все пытаемся... Я понимаю, что управляющая компания, это от необходимости, потому что в доме, в большом, не могут люди договориться. Очень плохо, нужно договориться. Так и будете плохо жить, пока не договорились. а еще такая мысль, ведь это, не последний приход, не последний уход на должность руководителя управляющей компании. Сколько их людей там поменялось за последнее время? И что они всегда с этими золотыми парашютами уходили? Вот если подумать над этим. Ну, насколько я понимаю, вот я честно говоря, у меня нет такой информации. Я думаю, что у нас и по другим муниципальным предприятиям возможно была такая же ситуация. Просто она не афишировалась. А здесь, ну вот я еще по двум предприятиям знаю, когда получили парашюты золотые. Я думаю, что да. Это как раз плохое руководство. Это как система была? Такая традиция, по моим ощущениям. Да, знаете, это не традиция, это наглость, я считаю, наглость. И руководители, и главы администрации просто на это не реагировали. А депутатам это не было известно. Я только сейчас не совсем понимаю, о чем Илья Вячеславович говорит о том, чтобы вернуть эти деньги обратно. Я думаю, что это возможно. И каким-то нужным образом пожурить. Нет, я уверен, вот смотрите, в апреле вышел документ, подписанный Александром Геонидовичем Перескоком, который запрещает себе получать такого размера. Я думаю, что это в нарушении этого документа. Поэтому, да, нужно возвращать эти деньги, заставлять их возвращать. Стикает время нашей беседы. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Встретимся. В ближайшее время обязательно жизнь кипит в нашем городе. И хорошо. До свидания. Всем удачи, всем до свидания. Я думаю, что наконец-то политика, она немножко встает в нормальное русло, но обращение к жителям, гражданам. Не давайте спокойно никому из нас жить, требуйте. И депутатам, и чиновникам, и всем людям, которые отвечают за... Да. Раз они уже назвались груздем, то полизайте в кузов и выполняйте свою деятельность. Но люди, которые чиновники, которые не могут справляться с этими обязанностями, ну, я рекомендую. Вот время поменялось в стране, а я считаю, что когда Владимир Ильич на новый срок придет, ну, тут полетят головы. Я знаю, что в области, в городе полетят головы. Хорошо, спасибо. Мы еще побоюем, как говорится. До свидания. До свидания.